Книга «Открытым оком», том 2, вопрос 797. Тема греха. Можно ли осуждать человека, который ввиду крайней нужды, например, чтобы прокормить детей, берет на работе, если он имеет к этому доступ, продукты или что-то другое? Можно ли это назвать грехом, воровством, если человек берет не для себя? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Притчи 6.30. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Кавычки закрыты. Это самое настоящее воровство, и человек может быть повинен смерти. Нужно работать на двух работах или воздерживаться, иметь меньше детей. Но не жить по-цыгански. Я знал людей в такой нужде, им было уже под 60 лет, и они учились, чтобы иметь высший разряд, согласно своим способностям. Можно брать какое-то рукоделие на дом, чтобы и дети участвовали в работе. И в самом крайнем случае можно просить милостыню, обратившись за помощью к церкви. Устроен колодец в пустыне сухой, наполнен он светлой кристальной водой, и люди идут там по знойным путям, к заветным воротам, к далеким краям. И многие с жаждой усталой в груди проходят, не видя колодца того. И лучшего ищут они впереди, но гибнут в пути, не найдя ничего. Иные приходят к колодцу тому, друзей вопрошают. Когда, почему, и кем он был вырыт. И спорят они, и в споре проходят их лучшие дни. Иные приходят к источнику вод, и с радостью пьют из живой глубины, и с новой силой стремятся вперед, к заветным воротам небесной страны. О, видишь ли, друг, ты колодец Христа, очнись и не спорь о начале его. Ты жаждешь, и пей из колодца того, и век на земле. Не возжаждут уста. Проханов И.С.